Бабка Вероничка, девочка с баяном, женщина в белом. У любого старого города, как Благовещенск, обязательно найдется пара страшилок. Такие истории принято рассказывать при полной темноте, вкратчивым шепотом. Поэтому выключайте свет и садитесь поудобнее. Наш корреспондент Александр Мочвуряне расскажет самые жуткие и интересные легенды Благовещенска. Когда мы были маленькими, мы нередко забегали на это кладбище. И здесь даже стояли кресты. Мы очень боялись этого места, но все равно бегали. Бегала Анжелика с друзьями на Вознесенское кладбище. Сейчас это название практически незнакомо Благовещенцам. А раньше здесь было одно из старейших мест захоронений. Величиной с два квартала и небольшой часовни на территории. Хоронили здесь в основном зажиточных жителей, хотя были могилы и евреев с японцами. Впрочем, сейчас от старого Вознесенского кладбища практически ничего не осталось. Хотя до сих пор можно встретить полуразрушенные оградки. Кстати, связана с этим местом и еще одна легенда. О женщине в белом. Легенда гласит, что лет 15 назад вдоль этой самой дороги ехал мужчина ночью, когда ничего не было видно. Тут-то и появилась женщина в белом. И своим светлым силуэтом осветила мужчине дорогу. Чем и спасла его от столкновения и, возможно, неминуемой смерти. Место пользуется дурной славой. Жители района стараются сюда не заходить. Признаются, что испытывают здесь жуткие ощущения, словно кто-то стоит за спиной. Словно в подтверждение темным историям, место очень облюбовали черные кошки. Причем чертовщина происходит и в домах, которые стоят на костях первых жителей. Пару лет назад постоянно то включится кран сам по себе, то радио заиграет, то унитаз моется. Собственно, да. Какие-то голоса были слышны, шаги ночью. Тут также раньше был магазин и сауны, и ходят тут местные легенды, что там расстреляли людей. Стоит отметить, что вообще добрая половина города стоит на костях. В Благовещенске найдется минимум с десяток кладбищ и братских могил. Может быть, поэтому город постепенно обрастает легендами. Одна из самых известных – история о девочке с баяном. Ее наизусть знают все студенты педагогического колледжа. Девочка была отличницей, и когда она сдавала экзамены, ее завалили. И она, не справившись с таким горем, решила броситься в амур с баяном. С тех пор по колледжу ходит легенда о девочке с баяном. И тем, кто засиживается, допоздав колледж и рисует, говорят, что мерещатся звуки играющего баяна. Даже мои однокрупницы на первом курсе, когда сидели, говорили, мы слышали. Саша, у вас сейчас кто-то играет на баяне? Нет, в здании колледжа сейчас никого не находится. Еще одна легенда о денежной мышке в колледже появилась совсем недавно. Что именно странно, почему мы в эту легенду стали верить. Накануне 31 октября, в прошлом году, накануне именно Хэллоуина, студенты первые спустились и бросили монетки. И вот в этом году нам действительно повысили стипендии. В первом корпусе колледжа, что на Красноармейской, 53, тоже есть свои легенды. Якобы по подвалу старинного здания ходит призрак монашки, что когда-то обитала в келье строения. Сторожа, который здесь работает много лет, они никогда с ней не сталкивались, никаких таких не было. Ну вот арендатор у нас здесь снимал непосредственно помещение, который занимался производством пищевых продуктов. То он на видеокамерах по утрам просматривал, говорит, что видел различные блики. Похожие блики, напоминающие то ли привидение, то ли шаровую молнию, зафиксировали и камеры в Краеведческом музее. В августе месяце, в преддверии дня рождения музея, охранникам был зафиксирован неопознанный летающий объект. Что это такое установить так не удалось, но по нашим предположениям это плазмоет. Однако согласитесь, не всему можно найти научное объяснение. И утверждать, что все городские легенды – просто выдумка. Я не берусь. Александр Мочеваряни, Сергей Захарушкин, Дмитрий Тарасов. Амурская служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!